Интерес к истории России не преступление. С такими лозунгами в субботу вышли на улицы города люди, обычно политикой не интересующиеся, любители металлопоиска. Не так давно в Госдуме приняли закон, согласно которому любой из них может угодить за решетку из-за своего интеллектуального хобби. Вся земля теперь считается, будет в соответствии с законом, являться объектом аркеологического наследия. То есть везде есть следы жизни людей старше 100 лет и любой артефакт в этой земле или на иплоповерхности таковым является. Из-за подъема, ну просто нахождения или изъятия грозит реальный срок и очень серьезный штраф, несоизмеримый издеяние. Сумма штрафа до миллиона рублей. Деньги немалые. Либо лишение свободы сроком до 6 лет. По словам самих искателей, это то же самое, что наказывать за рыбалку или поиск грибов в лесу. Григорий Степанович посвятил металлопоиску 30 лет жизни. Согласно новому закону, с таким стажем он черный копатель-рецидивист. Хотя сам пенсионер уверен, только благодаря таким, как он, многие артефакты еще не канули в лету. Только в границах современного Шуйского района у нас в списке 130 исчезнувших поселений. Уже с лица земли, их уже нет. И когда археологи, официальные археологи до них дойдет, не дойдет, а там везде пашут, там сельхозугодия. Они переворачивают этот культурный слой. Они говорят, что вроде бы артефакты никуда не денутся. Как они не денутся, когда они плугами ломаются, они плугами разрушаются. Это не нарушение. Депутат Михаил Шор никогда не скрывал от общественности свое хобби. Даже хвастался находками в соцсетях. Как только закон вступит в силу, его увлечение окажется вне закона. Не поможет даже депутатский мандат. Мы тоже против черных копателей. Я поручаю, что никто из этих людей никогда не будет копать курганы и так далее. То есть есть вещи, занесенные в археологическую карту России. Их никто никогда не трогает и не собирается. А по новому закону получается вся земля в Российской Федерации историческая. И вот копнул где и все. И получается, что у вас есть огород. И какой-нибудь злой сосед. И он вам туда подкинет старую монетку, которой больше 100 лет. Вы ее находите, он на вас жалуется и вы получаете штраф в 600 тысяч. Ну это смешно. Любители поиска предметов старины не против того, чтобы в этой сфере навели порядок. Возможно, обозначили более четко границы археологических памятников. Даже ввели обязательное лицензирование. Но просто так запретить людям на практике познавать историю своей страны нельзя. В нашей стране 20 лет уже люди ищут клады, копают. Это было не запрещено. В нашей стране и по сей день не запрещено иметь металлоискатель. Но вот теперь все вот эти люди, а по стране их сотни тысяч, в один день станут преступниками. То есть обычные русские люди, это и полицейские, кто угодно. Закон уже принят. Последнее слово осталось за президентом. Участники митинга не сомневаются, что Владимир Путин в ближайшее время его подпишет. Теперь главное, чтобы закон не оставался в том же сыром виде, в котором он был принят депутатами. Необходимо в ближайшее время внести в него поправки, ликвидирующие спорные моменты, из-за которых обычное хобби в один момент стало жутким преступлением. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.